Это рубрика Гонопольский Киселёв. Сегодня начинаю я. У нас по две с половиной минуты на вопросы, на ответ у каждого. И мой вопрос вот какой, Матвей. Значит, смотри, сегодня мы узнали из опубликованной декларации премьер-министра Гройсмана, что он очень и очень богатый человек. И это вызвало в социальных сетях, я так понимаю, что у тебя было на эту тему голосование? Две трети проголосовали, просто напомню, вызвало раздражение и возмущение. Так вот вопрос какой. Может быть, всё-таки не стоило делать общедоступным данными этой электронной декларации, оставить их только правоохранительным органам, если это так подрывает авторитет главы правительства и, по сути дела, раскалывает общество? Ну, поразительно, Женя, что это не подрывает авторитет правительства. Тут надо разделить две важные вещи. Люди, которые бедные, у них вызывает возмущение и вопрос, а где это он заработал такие большие деньги? То есть, традиционный вопрос. При этом, наш гость, например, который был в эфире, он сказал, да они и до этого знали, ну, что он богатый, да, но сейчас они это непосредственно увидели. Убедились. Причём, это же его подпись там, но, я тебе уверяю, сделан гораздо более важный шаг. Каждый имеет возможность взглянуть на это и задать вопрос. Не ты богатый, а я бедный. А почему ты такой богатый? С точки зрения пресловутой борьбы с коррупцией. Каждый может посмотреть, каждый может взглянуть, каждый может посмотреть биографию человека, где он работал в этот период, когда он говорит, что он это заработал. Понимаешь? Другими словами, тактически это раскалывает общество. Потому что мы видим, что нами рулят богатый Порошенко, богатый Гройсман, наверное, небедный Яценюк. Юлия Владимировна тоже не плачет от, так сказать, нищеты, да. Вот эти все люди, мы их выбрали, а они вот тут, понимаешь, все. Но стратегически мы выигрываем, потому что они вынуждены либо глухо прятать свои доходы, либо врать, либо становиться более честными и порядочными людьми. Не с точки зрения того, что это будет честный чиновник, а с точки зрения того, что если ты идёшь в чиновники, не иди с большими деньгами, потому что тебя спросят. Поэтому воспитательный эффект, стратегический эффект гораздо важнее. Теперь у меня к тебе вопрос, он очень простой, задаётся обычными словами. Скоро, вы знаете, будут выборы, и там Киселёв вместе с друзьями будет всё это комментировать. Это будет бешеная ночь, вы увидите ещё рекламные ролики. У меня вопрос к тебе гениальный. Женя, как там в Америке? В Америке, на самом деле, вопрос очень хороший, потому что периодически... Главное, оригинальный. Нет, нет, дело вот в чём. Дело в том, что в России сейчас, особенно прокремлёвские средства массовой информации, так откровенно, так яро и так глупо болеют за Трампа, тем самым в каком-то смысле его подставляя, потому что, ну... Я вот сегодня утром общался с одним американским дипломатом, который просто смеялся и разводил руками. И не понимал, ну неужели они не понимают там в России, что они действительно выставляют Трампа каким-то просоветским, таким пророссийским деятелем, раз так откровенно пытаются его поддержать, и при этом всё время передёргивают реальную ситуацию. Там действительно был один единственный опрос, возможно, в результате какой-то ошибки, какой-то неточности социологов, вдруг выяснилось, что Трамп там на два пункта, что, впрочем, это в пределах статистической ошибки, опережает Клинтон в одном, правда, весьма важном, ключевом штате Флорида на 2%, а статистическая погрешность там 3%. Так вот, узбогойтесь, как сейчас говорится. На самом деле, Хиллари лидирует. Она уже обеспечила себе 252 голоса выборщика из необходимых 270. Не хватает 18. И с высокой долей вероятности она их доберёт. Возможно, в той же самой Флориде. Трампу не хватает 144, и где он их доберёт, непонятно. С высокой долей вероятности Хиллари, беру на себя такую смелость, победит на этих выборах. Она станет следующим президентом США. А как будет проходить ночь выборов? Мы действительно будем всю ночь с 8 на 9 работать в эфире, рассказывать, комментировать, следить за информацией о первых итогах голосования, которые будут поступать по-штатно. Но это важно в Америке голосование по-штатно. Так что смотрите нас в ночь с 8 на 9. Гонопольский Киселёв, до свидания.